Мои родители из деревни Капсихор, Судакского района, куда и я вернулся в конце концов. Мы переехали в 64-м году, из мест высылки уехали, переехали в Краснодарский край, город Крымск. Оттуда, прямо в 64-м переехали, в 65-м году, отец у нас уже меня, младше меня брат, я самый старший. И сестру, всех троих привез в Крым, в село наше, Капсихор, и показал, вот это то, вот это то, вот это вот тут наш дом был, вот тут матери дом был, вот там я уже работал врачом в Краснодарском крае. В 87-м году, после событий в Москве, вернулись, продолжались, конечно, митинги, и на одном из митингов, такой сход граждан был большой, крымских татар, в селе Бакан, Нижняя Баканская. И там пришли, решили голосование, что крымские татары Краснодарского края объявляют за бастол. И очень много крымских татар написали заявление и не стали выходить на работу. Я тоже самое, и нас всех уволили по статье 33, невыход на работу, самовольный невыход на работу. В 88-м году мы решили переехать уже в Крыму, что теперь делать. Там нас уволили, мы все равно собирались ехать, но это ускорило немножко. Думаю, может быть, меня где-нибудь примут на работу в Крыму. Думаю, объеду весь Крым, объезжу весь Крым. Начался с Кировского, из Сан-Терекского района, Ячкира район, Джанкой и так далее. Сюда Черноморский район, Красноперегопский. Все-все районы объехал, везде разговаривал, заходил в больницы, к главным врачам находил. Примите меня на работу. Никто смотрит на физиономию, на антропологические данные и говорят, что нет, нам не нужны работы. В одном месте сказали, что нужен, там медперсоналом разговаривал. Да, ну вот нам нужен. Это была Халай Азовская. И когда я с главным врачом районным разговаривал, я сказал, что дома крымским татарам не продавали. Бабушку одну я уговорил, и она согласилась продать у нее дом. Вызвали соседей, написали договор, купчую на бумаге от руки, расписку, что она получила деньги за дом мною приобретенный. И вот так бабушки деньги отдали, вселились. На следующее утро сразу приехали местные участковые и председатель сельского совета. И с угрозами сразу такими. Мы как раз работали, я топором работал, с топором вышел, они так немножко плохо себя почувствовали. Но потом какое-то официальное предосережение мне дали. Если подпишите вот это, что вы незаконно приехали. Я там написал несколько слов, прошу немедленно прописать, и так далее, за дискриминацию прописали 31 декабря. В результате консультации, всевозможных бесед с органами власти, они обещали меня трудоустроить. И в 90-м году, в феврале месяце, я приступил работать хирургом-дежурантом в Судакской городской больнице. Когда мы переехали в Ускуд, привет, мой старший сын пошел в первый класс. А первый класс у них нулевой считался в детском садике. Директор самхоза, сейчас фамилию я не хочу вспоминать, но не буду вспоминать фамилию, он говорит, нет, это мой садик, то есть самхозный садик, я его туда не принимаю. Ну, зав садиком, ребенок должен учиться, наверное, все-таки мы его примем, но он будет приходить к началу занятий, а не в восемь часов. Короче, он приходил в девять часов, когда столы с пищей, завтрак убирали, и он приходил, потом часа три позанимается, и в двенадцать часов опять накрывают столы, а он уже уходит, ему его не кормят, не завтрак какой-то, не обед, а потом идет домой. Он что-нибудь там увидит на столе, домой приходит, маме говорит, мама, там котлеты давали. Мама быстренько котлеты сряпала, и потом, уже позже, при беседе с органами власти, с секретарями, инструкторами парт-организаций судака, я говорю, нам детей воспитывать не надо, вы их воспитываете как надо. Они будут адекватными таким вашим, тому, что вы делаете сейчас с нами. У меня трое детей, трое сыновей, девять внуков, ждем Бог даст, десятого, аль-хамду-ля. В нашей семье все говорят на своем родном языке, это я требую, надо дома начинать, родители, отец, мать, бабушки, дедушки, все они должны не забывать, каждый день, постоянно. Я себя так веду, если услышу далеко, они там по-русски заговорили, а ну, смените язык.